Вот и завершился первый осенний ивент компании Apple, и знаете, до сих пор какой-то вот трепет, такого вот чувства необычное. И на презентации нам показали большое количество интересных аксессуаров и устройств, но, как по мне, самым горячим пирожком является iPhone 8. Сегодня в этом видео мы с вами более подробно поговорим про iPhone 2017 года выпуска, но просто потому, что он вышел, он анонсирован, мы с вами обсудим все его основные ключевые особенности, какие-то, опять же, фишечки, преимущества в сравнении с предыдущими флагманами компании, как iPhone 7 и 7 Plus. Также обсудим ценник на разные конфигурации этого смартфона, когда его можно будет приобрести, и вообще, стоит ли покупать iPhone 8 или X Edition прямо сейчас, вот чуть ли не со старт продаж, релиза, официального анонса и так далее и тому подобное. В общем, сейчас будет реально интересно, усаживайтесь поудобнее, поехали! По традиции, на сцену нового дома, как его назвал вице-президент компании Apple, вышел Тимоти Кук. Презентация состоялась в театре имени Стива Джобса. Молодцы, кстати, что отдали дань памяти основателю компании. Действительно, важный момент. После немного рассказали про новый облик Apple Store, где рядовые пользователи смогут не только приобрести технику, но и погрузиться в мир творчества вместе с любимой компанией. Окей, все это вводная часть, поэтому давайте потихоньку переходить ближе к сути ролика. Первым делом представили промо-ролик об Apple Watch и даже со вставками на русском языке. Прикольно. После и сами новые Apple Watch третьего поколения с красной кнопкой. Просто шок! Модуль сотовых данных, новый чип W2, на 50% быстрее подключение к Wi-Fi, возможность совершения звонков без телефона под рукой и много всякого интересного. Мега круто за 399 долларов. Следом Apple TV 4K. Единственное, опоздали только лет так на 5, но ничего страшного и так сойдет. И, наконец, самое долгожданное iPhone 8. Рассказали об эволюции всех моделей смартфонов компании, что было нового и так далее и тому подобное. Однако, каково же было мое глубочайшее разочарование, когда вместо революционной звонилки представили тупо обновленный iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Экран Retina HD, технология True Tone Display, подбирающая температуру для дисплея в зависимости от освещения вокруг. Чип Apple A11 Bionic. Смартфоны стали на 25% громче по стереодинамикам, на 70% быстрее. 12-мегапиксельные камеры, 8 Plus вообще дофига нового и интересного. Но это все не то, что было нужно простым рядовым пользователям и, короче, бла-бла-бла, ничего сверхъестественного. Но, все-таки есть пару моментов, за которые стоит зацепиться. Новый стеклянный дизайн в 4 цветах, 4K видео в 60 FPS, 1080p в 240 FPS. Пожалуй, как камерафон, лучшая трубка на рынке на данный момент. Плюс беспроводная зарядка и все это вместе за 699 долларов в пользу младшей версии с 32 гигабайтами на борту. Однако, дальше был просто разрыв шаблона. Apple заново изобрели смартфон iPhone X или iPhone X. Главные фишки. Супер-ретина дисплей, 5,8 дюймов, 2436 на 1125 точек, OLED-технология, без кнопки Home. Теперь, чтобы выйти из программ, разблокировать устройство или переключиться между приложениями на iPhone X или iPhone X, необходимо тянуть за полосочку в нижней части дисплея. Siri же вызывается по долгому удержанию клавиши блокировки. Отказались от Touch ID в пользу Face ID. Кстати, фишка будет функционировать даже в ночное время суток. Короче говоря, просто бомба. Когда возьмем iPhone X на полный обзор, первым делом посмотрим, как же работает эта функция. Кстати, для того, чтобы вам было куда дешевле приобрести iPhone 8 в тех или иных магазинах или реселлерах, рекомендую установить расширение для вашего браузера, либо же приложение для мобильного устройства, которое реально позволяет сэкономить на покупках в интернете SmartySale. Высокие ставки по возврату денежных средств каждой покупки, мгновенные выплаты на большое количество платежных реквизитов, как Kiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги, PayPal и даже счет мобильного телефона. Сам пользуюсь, не первый раз возвращаю себе приличный кэшбэк, поэтому переходи по ссылке из описания к этому ролику и экономи на покупках, как я, уже сейчас. Анимированные эмоджи, которые можно отправлять в iMessage, говорящая обезьянка и какашечка, как по мне, просто мечта. Пока Крэйк Федриги играется с iPhone X и показывает такие новшества, как разблокировка смартфона по личику, оплата по Apple Pay с помощью личика, а также создание анимированного смайлика с единорогом, лишь заведомо скажу, что iPhone X, по моему мнению, это смартфон, с которым не сможет сравниться ни один нынешний представитель Android-флагманов. Одна фронтальная камера чего стоит, которая создает нормальные, а не корявые, как на Galaxy S8, плюс беспроводная док-станция для iPhone X, Apple Watch и AirPods. Просто бомбическое устройство. Правда, начинается это удовольствие от 999 долларов за 16,4 гигабайтную версию в минимальном комплекте, и официальные продажи этого чуда стартуют лишь 3 ноября. Короче говоря, Apple изобрели смартфон заново, бомбическое устройство, которое стоит рассматривать для покупки, если у вас iPhone 6 и ниже. Ну и если очень хочется потыкать новый iPhone X, а у вас iPhone 6s, к примеру, то можете взять, почему бы и нет, если у вас имеются средства. Однако, я бы не стал на вашем месте, честно сказать. Если у вас подавно iPhone 7 или 7 Plus, и вы хотите iPhone X, то вот здесь я бы притормозил, причем так конкретно, и всерьез бы задумался о смене аппарата. Вот такая история. Вы смотрели канал Apple Finder. Совсем скоро увидимся. До встречи. Пока.